Добрый день! Меня зовут Васильева Екатерина. Я врач-офтальмолог ветеринарной клиники доктора Сотникова в Санкт-Петербурге. Сегодня я покажу, как проводить тонометрию, измерение внутриглазного давления. Это важная часть офтальмологического обследования, которая позволяет установить такие диагнозы, как УВИД, глоукома и контролировать состояние пациентов после операции, например, после удаления катаракты. Наиболее подходящим для измерения глазного давления является прибор-тоновет финской фирмы IKEA, дистрибьютором которой в Санкт-Петербурге является компания BALF. Тоновет крайне прост в использовании. Смотрите, нажимаем большую кнопку, после чего помещаем в прибор зонт с шариком на конце. Далее вновь нажимаем большую кнопку, зонт намагничивается и надежно удерживается в приборе. Можно начинать измерение. Для измерений нам поможет собака РАН. Перед измерением не потребуется использовать местную анестезию, поскольку эта процедура совершенно безболезненна. Никакой жесткой фиксации за шею или в области век нежелательно использовать, чтобы не иметь высоких цифр между глазного давления. Подносим прибор на расстоянии 5 мм от роговицы пациента и с помощью нажатия большой кнопки проводим измерения. Через 6 успешных измерений мы получим среднее значение глазного давления пациента. Если тонометр расположен слишком далеко или слишком близко к глазу или не параллельно полу, тонометр показывает сообщение об ошибке, что позволяет избежать ложных результатов. Обратите внимание, что собака совершенно не испытывает неприятных ощущений во время процедуры. Это позволяет проводить измерения даже очень агрессивным или пугливым животным. Еще одним плюсом прибора Тоновет является малый размер рабочей части. Это позволяет проводить исследования даже таким маленьким животным, как щенки, котята, морские свинки, а специальные настройки прибора позволяют калибровать его для исследований у лошадей. Все эти преимущества делают тонометр Тоновет незаменимым в практике ветеринарного врача.